Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Знакома с мужчиной уже 20 лет, сейчас мне 35. Знаю его с детства, он был моей первой любовью, а я его. Но мы не смогли в будущем пожениться, так как моя семья была против. Мы из Кавказа, у нас родители как скажут, так и должно быть. Я вышел замуж, еще оба раза развелась, у меня один ребенок. Он тоже один раз был официально женат, у него один ребенок. Сейчас он сожительствует с другой женщиной, мы нашли друг друга. Спустя 20 лет на одном из сайтов он нашел меня. Общаемся уже 5 месяцев, каждый день с утра до ночи. Он мне предлагает выйти за него замуж, но ведь он еще не расстался с этой женщиной. Говорит, давай поженимся, и я потом расстанусь с ней. Я его очень люблю, он меня тоже любит. Как мне быть, я не знаю, я много раз его блокировала, чтобы он прорывал со мной общаться. Но нет, он очень настырный. Сексу между нами не было ни разу, просто общение. Мы даже не встречались, а просто общение по телефону, видеозвонки каждый день. Он живет в Москве, я в Ростове. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Ну, наверное, в первую очередь вам бы надо разобраться в себе, потому что то вы человека любите, то вы его блокируете, вот, то вы говорите, что вам как родители скажут, потому что вы из Кавказа, то выясняет, что вы живете уже в Ростове, вот. То вы говорите про то, что делаете так, как вам, ну, так как вам родители говорят, то как бы выясняется, что вы можете развестись с, ну, с мужчиной, да, который, который вам, к примеру, ну, не по душе, не по душе, вот. То есть я бы сказал, что пока, пока, что слишком много вопросов, вот, я бы так сказал, пока слишком много вопросов, вот, пока больше, пока больше вопросов, чем ответов. И, соответственно, пока это вот так, я не думаю, что можно вам давать какие-то рекомендации. Понятное дело, что если он был вашей первой любовью, то, скорее всего, вы человека в той или иной степени идеализируете, скорее всего. Если это так, если вы, ну, если вы действительно человека идеализируете, то, конечно, от этого желательно бы отходить. То есть желательно отходить от того, чтобы кого-либо идеализировать, потому что на идеализации, как бы, хороших отношений, в принципе, построить, наверное, нельзя. Вот. И я бы, конечно, рекомендовал вам в этом смысле спросить себя, А, жили ли вы для себя вообще? Жили ли вы для себя? Или вы живете только, ну, в этом смысле для кого-то? Потому что лично мне. Так, показалось, что не получается у вас жить для себя. Ну, в этом смысле, к сожалению, вам достаточно легко можно воспользоваться, что может, в принципе, и сделать мужчина воспользоваться вами, вот, и так далее. Вот. Естественно, этого бы не хотелось, поэтому необходимо вам обязательно на это обратить свое внимание, вот, и так далее. То есть, в первую очередь нужно вам все-таки встретиться с мужчиной, я полагаю, вживую, вот, и как-то пообщаться с ним, потому что прошло много времени, и посмотреть, нет ли между вами чего-то общего, нет ли между вами общего, есть ли оно, вот, это общее. Вот, если есть, то какое общее, то есть, ну, ну, то есть, вот, что это за общее название, как оно, как оно проявляется, да, как оно себя показывает, вот, достаточно ли, этого, чтобы вы, ну, чтобы вы были в отношениях, то есть, ну, то есть, достаточно ли иметь двумя общего, чтобы вы могли находиться друг к другу в отношениях, потому что, опять же, здесь у меня есть некоторые сомнения. Вот, наверное, если вы сейчас для себя как-то, ну, рассматриваете вариант того, чтобы с ним быть вместе с мужчиной, да, то мне кажется, что это автоматически означает то, что человек для вас, ну, как бы, получается дороже, чем, ну, дороже, важнее, чем мнение и позиция ваших родителей. Вот, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы не правы, но просто это нужно, вероятно, признать, признать, что свой выбор вы хотите сделать, вероятно, сами. Вот, если, если вы это признаете, что вы хотите сделать свой выбор сами, то это означает, что вы становитесь самостоятельно, самостоятельно, вот, если, если вы этого в себе не заметите, если вы продолжите как-то это отрицать, если вы продолжите как-то этого избегать, вот, то ситуация в общем и целом не будет хорошей. Более того, ситуация скорее всего будет ухудшаться, потому что вы вполне можете испытывать перед уже вашими родителями, да, скажем так, чувство вины, перед родителями вы можете испытывать какие-то еще деструктивные чувства, ну, то есть, в общем, весь этот, скажем так, комплект вы будете чувствовать. И чтобы вам его не ощущать, чтобы вам его не чувствовать, с этими рэкетными чувствами необходимо поработать. Вот. Понимая себя, необходимо с ними поработать. Для этого необходима помощь психолога вам. Вот, на мой взгляд. Дальше. Когда вы говорите о том, чтобы мы помогли вам, ну, вот, как поступить, да, когда вы говорите об этом, подумайте сами, пожалуйста, что вы имеете в виду. То есть, вы хотите сейчас, чтобы мы за вас, приняли, приняли решение, но жизнь-то ваша, и вам только вы можете решить, как вы будете ее проживать, в свою жизнь. Не мы, и не кто-либо еще, только вы сможете это сделать. Поэтому, если вам, например, страшно, ну, допустим, если вам страшно, если вы боитесь, к примеру, решение принимать, то мы можем помочь вам обрести в себе уверенность. Вот. Это всяко лучше, чем снова и снова зависеть от кого-то. То есть, если раньше вы зависели, ну, скажем так, гипотетически, если раньше вы зависели от своих родителей, то сейчас в этом смысле вы зависите уже от нас, от того, что подскажем вам. И здесь снова, вот, к сожалению, вот эта позиция, точка зрения, что мне должны, ну, подсказать. Вот. Понимаете? То есть, я сама решение принимать не буду. А мне кажется, что вы достойны того, чтобы самостоятельно принимать решение. Более, что вы видите, к чему приводит в ситуациях, когда, ну, не вы принимаете решение в своей жизни. А кто-то другой. Вот. Вы видите, к чему это приводит. Ни к чему хорошему. Вот. Что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что вы находитесь в эмоциональном таком, ну, давайте скажем, не стрессе, да, пусть это будет не стресс, эмоциональный, а пусть это будет такой эмоциональный, скажем, подъем. Вы находитесь в эмоциональном. Эмоциональный подъем из-за того, например, что вы встретили там человека, да, он нашел у вас, и вы, как бы, идеализируя, например, его все это время, да, мечтая о нем все это время, вы сейчас, как бы, видите для себя возможность реализации этой мечты. И, в общем-то, вам кажется, что это путь к счастью. Вот. Ну, так это или нет, мы не знаем, потому что... Неизвестно, что это за человек, да, неизвестно, каким он стал сейчас, но вам важно увидеть для себя, что за свое счастье ответственны только вы, только вы сами, больше никто. И вот смотреть нужно на то, что лично вы можете сделать для своего счастья, чтобы быть счастливым. Вот. Мужчина – это хорошо, но он не должен быть на первом месте. Для этого, вероятно, придется поработать с вашими убеждениями, с вашими установками. Вот. Немножечко подкорректировать ценности. Нет, ни в коем случае не разрушать детей и семьи, если она у вас есть. Но, эээ, позволить другим, потребностям, другим ценностям проявлять себя. Так вы обретете возможность выбора, вместе с ней свободу, вместе с ней независимости от того, эээ, кто чего хочет для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова